А вот так нормально будет Все Так те кто в записи смотрят Они не увидели сколько идет катка Потому что самое главное Не палить сколько катка идет Короче у нас тут корейцы И это Лин против Юмика в лазерах Они вчера проиграли Свои катки в Венерах То есть Лин проиграл там 120 А Юмика лаулет И теперь они в лазерах Бест оф 7 почему то Не знаю почему но вот так Блин все равно у них тут какая то музычка есть Ну ладно пофиг если на ютубе не дадут Копеечку с этого получить Зато тут крутая заставка у них Очень крутая кстати Ты аг Смотрите они подготовились у них тут всякие темы О смотрите у них даже лычки есть Лин против Юмика старые у них фотки Так Юмика Юмика играет что то без барака Достаточно поздняя ферма А где там? О где там? О нет Так добавляет нам то что орк на 11 часах А Ахума на 5 часах Блэдмастер Блэдмастер Так вообще без барака играет Юмика Интересный билд Даже фермы не ставят Причем у него алтарь так стоит что он одной фермы не закроется Ему нужно будет 2 фермы ставить там Здесь уже грант делается Хотя нет вроде закрывает Просто у каждого варкрафтера разное разрешение в игре По разному смотрится В общем как объяснить не знаю Ладно потом как не попытаюсь Сфульбрировать эту мысль Потому что у меня например Ближе бы алтарь стоял И казалось бы что там одной фермы хватит А здесь вот такое ощущение что не хватит одной Ладно здесь Блэдмастер продает ТП Сразу бутылку покупает Вазелина Со смазями И Блэдмастер почему-то зеленую точку крипит А здесь Архимаг с ментами крипится И уже Т2 нажал Получает Архимаг когти плюс 6 Хороший девайс Да корейцы очень опасные Я даже больше их слушаю чем себя Так забирай второй левел Архимаг Барак все таки построил Юмика Чтобы сделать несколько футменов Блэдмастер здесь зеленый еще одну забирает Сейчас будет Гранд пытаться как-то добить Ой Мне уже показалось что сейчас добьет Объясни в чем смысл и преимущество игры без барака для хумана Сложно Сложный вопрос На него конечно же я отвечать не буду Комментаторов нету Да всем привет естественно С кем не здоров Ну вы просто если вы заходите в чатик Считайте что я с вами поздоровался Потому что вы же понимаете что С каждым кто зайдет в чатик Невозможно каждый раз здороваться и отвлекаться на это Так что знаете что Всех я глубоко приветствую Здесь футмена нарезает Блэдмастер пока еще без сапогов Да забирают там футмена Но футмена убивает крипы Архимаг уже побольше экспы заработал чем Оппонент Блин я не пойму че они орут то Лол Юмико сокола качнул Зачем ты сокола взял На первом уровне в бисмастер Мисклик Неужели мисклик Очень странный выбор Хотя возможно это какая то спешл тактика Чтобы блэдмастера палить Но бисмастер тогда становится просто тушкой У которого есть соколы Которые даже не дамажат Но единственное что делает сокол Это летает и отпалит невидимых юнитов Ну хотя Есть определенный смысл В его действиях Но опять же вы понимаете что Бисмастер используется в первую очередь Для того чтобы С быстрым течем ты Этими кабанами прибегаешь на базу корку И отменяешь то два здания Ну и играть пассивно через бисмастера Тоже смысла особого нету Потому что бисмастер в лейте не очень В общем странный выбор Так книга силы выпадает нормально А девайс не показали какой Сбирает блэдд когти Тут архимакс палился На шадоу хантере Так тп делает Блин эти корейцы Эти корейцы блин Я просто не могу нормально комментировать Потому что они постоянно Вау Вау Шмидан Короче архимак почти третьего уровня Был там по сосной аура паладиновская Выпала Он ее до сих пор не продает Хотя у него магазина просто нету Вот Архимак еще не третий Здесь уже первый кастер Еще Емико потратил много голды на троллей Ну Тролль Берсеркер Понятное дело Зачем он взял Чтобы закрепиться Побыстрее дракона Потому что у него только архимак был С элемом Который дэмэджил по воздуху Вот Но вот Пристав зря он взял Потому что у него уже свои арканки для делаются И при 195 стоит Ты можешь более полезного пристав В своем На своей базе заказать Который стоит 145 или 135 даже Здесь сокола поймали Бесмастер все еще первого уровня Бесполезный То есть он вызывает только сокола И все Так вот здесь эти Менты приходят Но Есть винволк Что будет застраивать Имика пытаться Не знаю Странная стратегия А вот Бесмастер второго Но он кабана не вызывает Может медведя прокачал Ну медведь Медведь на самом деле ПХП побольше у него Но Кабан более мобильный Там на самом деле без разницы Что кабан Что медведь На такой стадии Очень слабы Бесмастер Бесмастер Подрезает пару рабочих Мана у нее есть Так что нет смысла За ним бегать Застраивать не побежал Собирается покрепиться Зато от сокола толк большой есть Он блэдмастера постоянно палит Собирается Собирается Медведи все таки берет Бесмастер Амулет энергии Очень классный Девайс Падает На самом деле Есть варианты Когда ты через Бесмастера играешь Качаешь и кабана И медведя Бес сокола Но там Мана не хватает Потому что кабан Стоит 75 А медведь 125 Соответственно Чтобы вызвать И того и того Тебе надо 200 И у медведя Очень большой кулдаун Там два медведя Конечно бывает Но там большой кулдаун Достаточно И мана не всегда хватает И вот с амулетом энергии Ему бы хватало На то и то Но у него сокол Ну что Здесь сражение Судя по всему Будет 50 лимита Уорка Очень качественного лимита Нет ничего бесполезного Сразу тролля Откидывает сеточку Прорывается кодой Но можно футмена съесть Не хочет Футмена пока что кушать Медведь вызывается Медведя пытались схавать Не получилось Тролля Тролля все таки Отфокусил Блейдмастер Инвиз не помогает Блейдмастер с инволом Там медведь пытается Разобраться с шадоу хантером Хилингвейвы хорошие Но Иллин здесь По моему В щи разбирает Но хуман Ничего не убил Потерял рабочих Потерял футменов Тролля И там же шадоу хантер Третий уровень получает Но не хватает демеджа У хумана То есть был бы Третий бейсмастер Со вторым сумоном Было бы попроще Магазин кстати в базе стоит У Юмика Иллин естественно Под носом Ставит магазинчик Чтобы покупать постоянно ману Тяжелая ситуация Для хумана Потому что орк сейчас Отрегенит ман Отрегенит хп И снова нападет Он 50 Нет Кстати Лин выходит Из лимита Вот странный сейчас выбор Для Лина Он нормально битву провел Ему нет сейчас смысла Особо давить Он может сходить Закрепить верхние точки Потому что они свободные И смысла из лимита нет выходить Ты можешь еще покопить голды Но если он выходит из лимита Ему нужно давить идти Потому что нет смысла Уже идти крепиться Да судя по всему Сейчас задавит Если Юмика не успеет Выйти из лимита Его тут пробреет Очень легко Так судя по всему Лин нападает У нее там свиток На блейдмастере есть У Архимага Кстати прикольный девайс Двое когтей Амулет энергии Хотя амулет энергии Архимагу не сильно нужен Он в принципе Достаточно Успевает вызывать элемов Ну что стеночка на стеночку У Юмика 56 Возможно это кстати Под заказе 2 брякера Блейдмастер уже там критует Вовсю Пока что орка еще ничего не умирает Сейчас райдера могут убить Минус райдер Неплохо Блейдмастер Почти зарубился Спеллбрейкер Его зачем-то кодой съел Уже вроде мертвый был Спеллбрейкер Вызывается элема Диспелли Медведь Танкует неплохо Медведь неплохо танкует По сравнению с кабанами Но Блейдмастер постоянно Вырубает От этих спеллбрейкеров И Самое важное То что Шадоу Хантер Там ману На халяву хилит В смысле Регенит ману И сейчас будет хилить Постоянно закупает Гранта Блейдмастер И второго Это посос То есть был бы Третий Блейдмастер Можно было бы Еще пытаться На смонах Отковыряться И то вряд ли Орк потерял За битву Райдера И Гранта Убил намного больше Сейчас будет Минус сразу Блейдмастер Хотя Неплохой инвиз Диспел промахивается Райдера Убивает Вот кстати Многие хуманы Почему-то не фукусят Спиритволкеров Хотя Спиритволкеры Это вообще Идеальная цель Для спеллбрейкеров То есть Если спиритволкеры Чуть-чуть вперед вышли То их можно Завкусить очень быстро И это выгодно И хилить неудобно По сравнению с райдерами Они быстрее умирают От сжигания маны Но здесь Химико Разваливается Он никак не отобьется Тут Хиракил скилухи не будет И Блэйд уже Пятого уровня Да Джи-Джи 1-0 1-0 В пользу Лина Так Теперь самое главное Мне Когда я вторую игру Сейчас Давайте я вот так Наверное заныкаю Когда я вторую игру Запущу Чтобы вам не спалить Тайминги Чтобы вы не знали Сколько Сколько игра идет Сейчас я попробую Это сделать Как-нибудь Почему мне Отдать ему Да я не знаю Что он не отдает Но у него В любом случае С ОМОНов мало Сейчас Ребят Я попытаюсь Вам не спалить А так Не захватывается Что ли Сейчас еще раз Попробую Самое главное Не спалить Вам Сколько игра идет Вот я вроде Не спалил Я попытаюсь Больше не трогать Ничего Чтобы не спалить И тогда Блин Надо было сразу Корейцев Перемотать Потому что Они тут еще будут Балакать Ну ладно Типа у нас Перерыв был Небольшой Сейчас они тут Побалакают Не знаю Сколько они будут Балакать Ну ладно Ну ладно В общем Юмико мне кажется Стратегия слишком слабая была То есть Ну В начале Все хорошо Но он Использовал Бистмастера Не для Хараса И соответственно Лин просто Вышел в свой Лимит И Бистмастера Не успел Прокачать Шool Побалакает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, у Лена стандарт Алтарь, барак, все как обычно, не делают никаких быстрых магазинов Мне тоже интересно, какой счет Ребята, какой счет вообще? У меня просто периферическое зрение не развито, я не могу немножко вбок смотреть Я вот могу только в одну точку смотреть и все Так что, если вы знаете, какой счет, напишите, пожалуйста, мне Текущий Так, пошли менты Лин не находит своего оппонента на ближнем респауне Понимает, что он на каком-то из двух верхних Ну и скорее всего будет крипться идти Немножко как-то кривовато крипться Юмика У него два мента Бьют вообще двух троллей Так, плюс шесть девайса какой-то Пока еще не чек Здесь Блэйд выкупает цирклеточку Не, к врачу не обращался ни на донат или на врача То есть собираем донат мне на окулиста Чтобы периферическое зрение мне вернул Чтобы я видел, что сейчас Лин 1-0 ведет против Юмика Так, когти плюс шесть, везет, Лин, надевайся Пока что Это знаете, как плюс мораль Как будто вас по спине долбанули хорошенько Блэйдмастер пытается найти себе Какой-то крипджек, чтобы добрать второй левел Кстати, очень быстрый тэйдж делает Ничего себе! А как так? Как так? Блин, надо демку это посмотреть Юмика делает тэйдж практически одинаково с Лином Там буквально Лин на секунду быстрее нажал И как это он так сделал? Блин, я не понимаю, что такое, но Каким-то образом Юмика успел собрать лес Несмотря на то, что он брал семь рабочих На Т2 так быстро Слушай, надо демку посмотреть Как он так собрал лес? Что-то явно тут Юмика не то сделал Так, тут какой-то спидскрол Непонятно, куда бежит там Лин Здесь сапог плюс 6 бесполезный Персоналочку плет А, Лин просто убежал Крепить другую точку такую оранжевую Хотя он ту не докрепил Там гнол был Блин, надо было потише корейцев сделать А то они орут немножко Так, здесь Архимаг попытается забрать Третий уровень, кстати, он получит Хотя нет, не рискует Потому что боится, что прибежит Блэйдмастер Так, ой, блин Ты задел клавиатуру Вы этого не видели? Вы этого не видели? Клавиатуру заделы у меня Что-то жахнуло, короче Третий Архимаг прибегает здесь на мейн Шадоу Хантер уже в заказе Но Т2 здания не делаются Ой, тут третий Блэйдмастер С такими когтями Двое когтей, блин Перчатки, цирклетка Ну тут врывается Ой, сейчас в Архимага Такой жесткий фокус пойдет Но Боров, скорее всего, не выживет Потому что два Илема очень жестко бьют Все-таки, кажется, Боровс подыхает Но здесь Здесь нужно было Лину сразу убивать Архимага на самом деле Нет, Боровс выживает Все-таки Опять Блэйдмастер качает Сокола Господи, что за Непонятно, опять Сокола, короче, прокачал Бестмастеру У Юмика Чего они так орут-то? В общем, Хоман прибежал, ничего не отменил Вообще, с такими девайсами Блэйдмастер третьего уровня Мог просто тыкнуть в Архимага и убить его Там бы сразу Архимаг отъехал Шадоу Хантер здесь очередную точку забирает Так В Архимага тут жесткий фокус У него бутылка была Подхиливает тут пристыдно Ну, блин, такой пассивный стиль от Хомана Сейчас будет Ему нужно как-то Бестмастера крепить В этом neighbourhood будет В diesen моем Couldn be В этом году Ну что, попытается Юмика застроить. Шадоу Хантер там уже готов. Гранты готовы. Да, попытается застроить Бисмастер. Архимага. В смысле, Бисмастер с Архимагом пытается застроить. Берет рабочих. Рабочие, кстати, хороши еще тем, что они сейчас приняли на себя 4 заряда слоу. Это 200 маны. И, соответственно, там на Блэйда, например, не будет замедления в какой-то момент, когда мана закончится. Минус вышка одна. Не успели ее очинить. Котой просто в соло ее отфокусил. Футмены все падают. Уже к сорочкам врывается. Но пока диспол нету спиритволкеров. Можно еще поддамажить за счет Элемов. Блэйда неплохо принимает. Блин, у него еще когти откуда-то взялись. Походу, дело, Шадоу Хантер передал. Ну, хотя, вроде неплохо тут Емика пытается продавить. Уже минусует Гранта, достраивается вышка, но это не... Блин, к сожалению, вышка-то не гвардовская. Она слабенькая. Врывается с Элемом здесь. Но отхилился немножко Лин. Возвращается. Вышек пока что еще нет. Так что Лин в легкую наваливается тут. Ой, Юмика что-то затупил. Минус две сорки. Минус приз. Четвертый Блэйдмастер. Это криты второго уровня под такими девайсами. Так, вырывается Блэйдмастер здесь. Ну, блин, если бы гвардовские вышки были, было бы полегче. Магические таурки, они хороши, конечно, против Шадоу Хантера, чтобы выжигать ману там в Спирит Волкера, в Блэйду выжигать ману, но по сути они ничего не делают. Вот неплохо в Спирит Волкера там они поддемажили, но и даже не убили. И уже Шадоу Хантер третьего уровня, хилочка вторая заходит и продавливает все-таки орк. Возможно, даже отобьется, хотя Юмико много наубивал. Еще минус грант, но нет, отступает. Блэйдмастер 2. Пытается тут Юмико прокрепить немножко своих героев, пока есть возможность. Непонятно, что Юмико делал магические таурки, то ли... Да нет, он лицопилку, по-моему, ставил, хотя нам не показывали базу, но... Блин, я не помню. Может, он не поставил... Ой, здесь книга опыта. Кстати, зря Шадоу Хантеру взял, он сейчас книгу опыта. Объясню, почему. Блэдмастер 4,5 левел и у него куча когтей. Ему, чем быстрее 5-й получить, тем более имбовиен он станет. Ф отлично, очень серьезно. Русские шадоу Хантеру взял, очень опасная. Русские шадоу Хантеру за х gospel, потому что он уже был исчез, и они даже сам Так, сорри, отвлекся. Зашел здесь Хьюмику, убил Борос и сделал ТП. Ну, карта ТМ огромнейшая, просто здесь можно крепиться и крепиться, если на вас не нападают, соответственно. Так что Хуман может еще выиграть на героях прокачанных. Но опять же, когда мы говорим о прокачанных героях, и у нас здесь Архимаг и Бисмастер, которых легко диспелят, Спирит Волкеры. А там уже почти пятый Блэйд с кучей когтей и Шадоу Хантер прокачанной. То здесь, конечно, у Лина огромное преимущество в этом. Да, лесопилки нету у Юмика на мейне. В общем, не знаю, по какой причине он ее не поставил. Но в итоге он попытался застраивать магический МТАУРК. На самом деле, если бы там были Гвардовские, вполне возможно, что Юмика бы продавил. Но опять же, мы этого не узнаем. Амулет Энергии для Бисмастера. Здесь уже, блин, почти пятый Блэйд. Вот, кстати, Амулет Энергии, когда выпадает, ты жалеешь о том, что не качнул Кабана с Медведем. Потому что можно вызывать и то, и то. Сейчас Самонов на мейн суде по всему будет отправлять. Хотя нет, Медведевич просто вызвал. Ну вот, если я с Бисмастером играю, я... Если в Лейд и игру как-то попадаю, то по-любому нужно обузить Кабанов и Медведя или Сокола на мейн. То есть, постоянно, чтобы прибегали. И пытались рабов убивать, либо мешали экономике. Так, ТП купил Архимаг. Да можно и сапог продавать, сапог уже бесполезен. ТП делает Хуман. Близзард не перекачал он. Агрессивный телепорт. Сразу Кадой съедает одного Брякера. Возможно, кстати, Орк не будет ТП делать, а уйдет на спецкроле. Его тут поменьше. Но пятый Блэйдмастер с кучей когтей. Его там башит с этим Медведь. Сейчас, возможно, инвол на 15 секунд заюзать. 200 криты. Медведи неплохо тут бегают. Их тяжело диспелить. Много хитпоинтов. Ну, зря здесь Лен сражается. Тут чисто визуально больше Хумана. Но пока что ничего еще не умирает у Орка. Только менты сдохли у Хумана. И Лемы диспелятся вроде как. Ну, вот ТП наконец делает Орк. И, кстати, Орк ничего не потерял. Нет, вот там какой-то труп. Это кажется... Да, Спирит Волкер сдох еще. Там одного Брякера скушали, одного убили. Менты сдохли. Мальти сдохли. Мальти сдохли. Мальти сдохли. Мальти сдохли. Закрепляет здесь красную точку Блэйд. Блэйд сзади. Тут покажите, Крипджек сейчас будет. Да тут просто Шадоу Хантер крепится. Блин, там Крипджек мы не видим. Пятый Шадоу Хантер будет. Ну, нам не показывают, был ли там Крипджек от Блэйда. Потому что... Ну, хотя вряд ли, потому что Сокол палит. Блин, сегодня сходил на этот фильм Кредо-убийцы. Ассасин Крид. За копейки вообще, прикиньте. 140 рублей билет стоил в 3D. Ну, мне понравился фильм, неплохой. Так. Опять аура бесполезная, Хумана выпадает. А где Бесмастер? Снова здесь заход на мейн. 1-1 Грейды Уорка. Грейды Уорка, конечно, хорошие. Да еще и Блэйд Мастер. Хорош. Да и Шадоу Хантер пятого. Хотя, кстати, почему-то у нас четвертый на иконке. Ну, вроде он пятый получил. Ну, просто не может быть. Нет, Shadow Hunter все еще не пятый, мне казалось, что он там пятый получит, буквально соплей не хватает. Здесь Вич Доктора сделал, и все-таки пятый левел Shadow Hunter получает уже на Соколе, который его летал, палил. Блин, в такой ситуации, конечно, Писмастеру хочется буквы ретрейн купить, чтобы у тебя и кабаны, и медведи были, учитывая, что маны куча из-за счета амулета и регена. Так, у Ямика 67 лимита уже, сейчас, возможно, финальный замес будет. Но Ямика все еще на Близзард не переучился, считает, что здесь не нужен он, хочет давить масса амонами. Да, ребят, успокойтесь, эти игры были, я запись стримлю. Эти игры были, я же вчера объяснял на стриме, что я не смогу сегодня днем постримить, у меня дел куча. И я, скорее всего, вечером попытаюсь записи постримить, вот я это и делаю. Так, будет финальный замес, 70 лимит у Хумана. Борьба сейчас будет за красную точку. Так, уже есть Бисмастер четвертого уровня. Не хочет Линн наваливаться, но здесь Хумана реально много. Забирает точку, получает девайс, кольцо плюс 4, ну, такое себе сорочка теряется. Так, блин, на самом деле эти Лемы с соколами, это такая же, такая халявная экспа для орка, если у него много спиритволкеров. Все еще не начинается замес, кажется, все, ингейдж пошел. Так, диспелится медведь, медведь диспелится. И Лем слева стоит, не дерется в инвизе, наконец-то начинает спиритволкера атаковать. Ну, стеночка на стеночку, без Близзарда, такими лимитами, конечно, тяжело. Свитек скролл спида нажал, кодой попытались ворваться что-то съесть, вроде ничего не съели, пока что. Ну, блин, вот Хумана много, но видно, что у орка армия не просаживается, потому что 5-й Шадоу Хантера отхиливает, а у Хумана постоянно от критов разваливается армия. Там Блэйдмастер почти 6-й, но минус сразу 2-0. Ну, что-то как-то изи. Так, ладно, давайте третью игру. Сейчас. Самое главное не спалить вам результат. Точнее не результат, а сколько длится игра. Так, давайте, где третья игра? Так, первая, вторая, третья. К сожалению, я знаю, сколько будет игра длиться, но я на это внимания не обращаю. Сейчас я попытаюсь вам опять не спалить счет. В смысле, сколько игра идет? Блин, тут зановно захват делать. Так. Я вроде не спалил, я молодец. Сколько игра идет, это самое важное. Ну, вообще еще 2-0 пользу Лина, Бест оф 7 у них. То есть до четырех побед, если сейчас Юмика что-то не придумает, и перестанет использовать бесполезного Бестмастера. Юмика, да. Юмика когда-то играл в зале, так как те, что D икио Levия не будет так. Какая-то игра, что-то игра-то, это не только не достоинство для техплей, что-то не будет для это. И ещё Vamos работать над трехплей. 顔 на Ромс передачес際, как Террена-носа стендейтон. Юмика, да, первая. Юмика, да, сада что-то, Ferran-the-плей. Юмика, да, сад Российский. Юмика, да. Юмика, да, сан сад Российской, АСийская. Ага. Что такое Асимеда? Во-первых, не Асимеда, а Ашимеда. Ашимеда это слово, которое ты юзаешь в любой момент игры. Нет, я не знаю результат. Но я кое-что знаю, потому что я знаю, но результат я не знаю. Как-то так. Блин, я снова забыл корейцев потише сделать. Терана стенд карта, ну здесь ты должен юмико затащить. Если он на ТС юмико не затащит, то это удаляю вообще. А Лин вроде на ватсаже в полуфинале выиграл юмико 2-0. Достаточно легко. Вообще Лина очень сильно играет. Всегда играл сильно. Блин, вот я не пойму, что у них за разрешение варкафта. Потому что такое ощущение, что между алтарем и ратушей есть больше места, чем под одну ферму. Здесь стандарт, Лина. Лина. Да. Здесь стандарт, Лина. Мэн, разведчики пошёл. Мэн, разведчики пошёл. Мэн, 한 마리. Мэн, разведчики пошёл. Так. Вроде Юмика по стандарту играет, футмен на разведке. И архимага гриппит. Но я надеюсь в этой катке не будет Юмика юзать бисмастера. Ну, понимаете, бисмастер работает в двух случаях. Первый случай, это когда ты вначале либо докачал архимага до третьего уровня, либо второго сделал, и хорошо как-то орка поджал, где-то там что-то подмувил, где-то боровс отменил. И потом ты берёшь бисмастера и продолжаешь это давление, отменяешь там боровс, отменяешь Т2 здания. Не даёшь как-то орку особо закрепиться на Т2. И после этого идёшь застраивать с этим бисмастером. И эти кабанчики, они реально помогают. И самое главное, что этот бисмастер помог тебе отменять Т2 здания. Ты выиграл много времени, и ты приходишь к орку, у которой там 4 гранта, может там тролль какой-нибудь, кодой. Вот. И тебе не сложно застроить. Это первый случай, в котором бисмастер играет. Второй случай, это когда ты то же самое примерно делал, но ты не застроил, либо не побежал застраивать. Здесь, кстати, грант добил гнола. Точнее, кобальта. А, грант добил гнола. Да. Да. Вот. И второй вариант, то же самое, только ты хорошо очень прокачал бисмастера, быстро до третьего, начинаешь кабанами бегать и харасить базу орка. То есть там кабаны прибегают, где-то рабочего убили, где-то там борос подымажили. Вот. И ты так запариваешь орка, в итоге у нее экономика в попе, у тебя лимита больше, и ты, может, там экспант под вышками ставишь, и такое всякое. Вот. Но, опять же, все равно тяжело. Атаку бисмастер пососан. Герой, самый лучший герой, это МК, он всегда работает, но при застройках МК не очень, потому что болтов мало, и особо нет смысла. МК самый лучший вариант, но мне нравится также Бладмейдж и Панда. Панда, она очень хороший демож наносит, ауешный. Тут тем временем минус Футмен, еще Когти плюс 6 выпали для Блэйдмастера. Вышечку делает очень раннюю Лин. На самом деле, странно, что он делает вышку, потому что... В прошлых играх его особо-то и не пытались застроить. Ну, в одной пытались, но там как-то все равно пососно вышло. Так что непонятно, чего Лин боится. Ну и Архимаг пытается до третьего докачаться достаточно уверенно. Итемы неплохие ему выпали. Итемы неплохие ему выпали. Так, Архимаг забегает. Ну, Архимаг уже третьего уровня, и вот момент хороший для отмены Спирит Лоджа. Легко отменяет Спирит Лодж, но Бестерия не получится отменить, потому что Шадо Хантер уже подходит. Ну, пытается здесь спасти Лин свой Спирит Лодж, естественно, не получится. Но убьет, скорее всего... А, нет, сразу ТП решил сделать Юмика. Ну, потому что на отступление Юмика бы потерял 2 футмена примерно, если может и 3. МК сделал Юмика. dernert что ли?! с vesgo! А у меня нету демки последней игры, я же врубил записи на Корректор, включая покупки massa шефа. Я уже всё реала меня с себя, поскольку фестаны крутятся. Мне нужно. Несколько у него лучше, которую настроили чем-либо, так, да, зачем не нужно. Иллила! О았� IIIًт для〜вiiii И там мин, ни у нас апостол unreasonable. книга опыта и плюс 6 сапоги вот кстати про что я говорил что им к застройка не очень круто смотрится потому что он просто два-три болта кидать ну ладно три болта он кидает и потом просто футмен остается вообще все равно ситуация у хумана хороший спирит лошадь отменил нету еще спирит волкеров но есть кодой и тролль который пытается отменить вышки еще и рабочие начинают дымажить но здесь позиция хорошая для хумана два приста работают два приста работают но минус одна вышка вторую нужно максимально очинить тролля попытался с болта убить но подхилили его гранты биты и сейчас вышки могут достроиться надеюсь это не магические вышки минус два тролля нет второй выживает опять магическую тарку сделал поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает хавкуля хватит стремить плей-арт гопро спасибо большое тут отжимается гранты я не понимаю почему и мико опять магические тарки за застройку делал с ними почему и гвардовских то нету хотя они сейчас неплохо заходят эти магические тарки потому что дэмаж от спирит волкера у которого есть мана окружается блэд мастер но рабочего съели и кажется и мико продавит неплохо но блин квартовские нужны они дэмэджи делают нормальный спасибо за поддержку ну я же говорил я стример да не я попытался вчера китай поиграть но у меня что-то лагало я не знаю я сегодня еще чекну сколько пинг будет может мне опять сломался китае без прок теле не поиграть и 140 мой пинг провалился надеюсь что нет но надо добавлять юмика сейчас вышки и обязательно лицопилку поставить так прорывается после этой игры кстати немножко отдохну чтобы перевести так дух сказать ну шадохантер третий уровня у лина и опять же лин с хорошими девайсами прорывается здесь блэд но то видите магические тарки они хороши то что выжигает маны у спиритволкеров героев но дэмэджа от них никакого практически если вот по райдеру стрелять даже по блэд мастеру сожгут они ману а урон не нанесут особо странно блин и вот опять такая же ситуация что юмика не достроил своего оппонента ему приходится уходить в криппинг и проблема самое главное что у орка сейчас 33 героя а у хумана 31 сейчас еще здесь орк забирать 4 плейда хуман тоже забирает кстати орк то чё делает идет забирать хуманскую точку свою то он уже такой забрал и получил когти ну не когти а смысле тапки плюс 6 но это по сути когти плюс 6 просто еще ловкость дает так сейчас посмотрим что он заберет с этой точки я просто даже не хочу это комментировать когда орка упадает аура вампиризма просто забей просто аура вампиризма выпало а а а а а а а а а Если мы не делаем Макки 3, то мы не делаем. Если мы не делаем Макки 3, то мы можем убить. Мы должны это убить. Ай, ну ку-чет. Мы должны это убить, Юмику. Мы не убить, мы не убить. Ах... Ах, там Архимага врыв! Баночку успевает выпить! Ой, какой... какой инвул от болта! Да, ну смысла особого не было на самом деле. Потому что болт в первом уровне. И здесь Юмика на ТП просто ходит великолепно. Сорочку спасает! Поскольку, он снова смотрел还. И когда он не так, как он чистит, то он не победит. Ах, что он не победит? Он ответит за него. И если он победит, то он очень рад. И в этом году этот способ оценивается. Он победит. И если он победит, то он не победит. Ах, отлично. Ай, да. Ох, тяжелая ситуация для Юмика. Блин, ворка просто такие девайсы топовые. Привет всем, ребята, подключился. Рад всех видеть. Как и обещал, стримлю продолжение этого турнира, только уже по демкам. Ну, точнее, по записям корейским. Так, сейчас, кажется, что-то Блэдмастер будет делать с Дирижаблем. Да, он купил персоналочку, хочет с Дирижаблем залететь на мейн. Очень классный мув. У Лина, кстати, все еще 48 лимита. Не хочет он пока выходить и ставит экспант. Хуман-то уже вышел из лимита. Еще вышки здесь ставят. Так, Блэд залетает. Ну, на мейне есть одна вышечка, но это такое. Просто ману выжгет. А еще орк идет на мейн с этой армией. Тяжелая ситуация для Хумана. Не придется ТП Хуману делать, иначе он потеряет мейн. Да, ой, еще Архимаг-то ТП не успел купить. Нету денег на ТП. Ой, какая ситуация плохая. ТП только сейчас покупает. И мейн, мейн! Ажимеда! Понятно. ТП просто так купил Хуман. Рабочий, там еще орка убегает. Рабочих-то убей. Это пасос. Здесь экспан пытается достроиться. Субтитры сделал DimaTorzok Снесли просто Так, пошел врыв сразу в ShadowHunter Врыв неплохой Есть ли инвул в ShadowHunter? Под хил он делает Возможно, окружается ShadowHunter Есть ли... Дирижабль подходит, дирижабль! Дирижабль сбивается! Хил заходит, снова болт Инвул передается! И Блэдмастер тоже в окружении Блэдмастер нет маны Сейчас ShadowHunter скоро отпустит Нет, у него больше маны Пошел фокус ShadowHunter Но Хумант разваливается по арбии Ну сейчас, может, минус Хаду Ханта? Минус Shadow Hunter И Блэйдмастер без поддержки хилу, но Блэйдмастер 5 уровень струал, снова и субфокус, поскольку Блэйдмастер Юмико Откидывается Болт, и-и-и-и Да, замедление, это будет минус Блэйдмастер. Пытается тут орк просто в наглую снести здание, но слишком много зданий у Хумана еще. Даже он, смотрите, возвращает там, кажется, спиритволкеров, чтобы они снесли здание. Да, но нет, слишком много у Хумана еще зданий, и орк здесь не добьет джиджи. Джиджи! Слушайте, может чатик на экран добавить, а то тут Ашмида. Так, ладно, нам следующую катку надо. Сейчас я только небольшой перерыв сделаю, потому что, мне кажется, катки только начинаются, нормально было. Так, это третья была. Так, сейчас я проверю, это третья была. Да, это третья была, я просто уже запутался. Так, четвертая катка у нас. Сейчас. Я пока вам не буду ставить, чтобы время катки не палить. Небольшой такой перерывчик. Три-четыре минутки, чтобы перевести дух. Давайте чуть-чуть, чуть-чуть переведем передашим едой. Так. 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 Не, ну прикольный Врыв был У Юмика То есть я уже думал на самом деле Что он проиграет Потому что ему мейн снесли И в таких ситуациях обычно орки выигрывают Потому что у них там грабеж Они еще свитки всякие перекупают Но очень круто ворвался Юмика Так, пошел врыв сразу в Шадоу Хантер Врыв неплохой Есть ли инвул в Шадоу Хантер? Под хил он делает Возможно, окружается Шадоу Хантер Дирижабль подходит, дирижабль Дирижабль сбивается Хил заходит И снова болт Инвул передается И Блэйдмастер тоже в окружении Блэйдмастер нету маны Сейчас Шадоу Хантер скоро отпустит Нету у него больше маны Погромче к рейсу Так, пошел врыв сразу в Шадоу Хантер Врыв неплохой Есть ли инвул в Шадоу Хантер? Под хил он делает Возможно, окружается Шадоу Хантер Я уже по второму разу смотрю Клип же зациклен Ой, жесть Так Так, так, так Что, давайте следующую запускаем Самое главное Не спалить вам счет Найфгейм ТВ О'крифт 3 Найфгейм ТВ О'крифт 3 Хэмпфгейм ТВ О'крифт 3 Найфгейм ТВ Ну, больше, 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 больше. Поэтому, я говорю с Дженгиевème Records тоже так и не хотелось бы заuchать это. И, кстати, я думал для Дженгиевны, что Дженгиевны. Нужно думатьте, что Коменсор сказал, что Хималая, либо Лаби. Ты понимаешь, что Хималая обычно имеет возможность создать Генгер. И эта Генгерская игра, он был успешен. И, я думаю, что его можно было сделать, но, он был успешен. Это было очень много, во-первых. И я думаю, что, National GeoWise, но я играю в том, что мы нигде. Пустью это всегда местный топчик. Но все же, конечно, на Субботе это не очень удобно. то что они кричат постоянно так построим я не знаю как это произошло но вот так что в старкрафте кореец там орут что в варкрафте не знаю как там еще по другим играм хотя европейские комментаторы или американские по старков тоже неплохи не сказал бы я конечно а в той ситуации только и был была вероятность победа для эмика это за хиро киль героя 4경기는 футы лак езжение 됩니다 футы лак м вот и нэм по дару оттой у южон의 양상 이런 거를 말하는 것도 민망하죠 우선은 우선 뚜껑 딱 열어봐야 돼 о том что же время он 어떻게 되는 지를 제가 말씀 드리고 싶어요 왜냐하면 맞은 편인지 대각선인지 옆자리인지에 따라서 너무 상황이 다르기 때문에 우선 뚜껑을 열어봐서 자리가 어떻게 걸리냐 를 보고 내가 마저 오이 전에 설명을 드리도록 하겠습니다 네 자 다시 한번 또 말씀 드려야죠 저희 지금 여기 아래쪽에 보시면 몸тунгари 아래에 카이아님 불타고 계시죠 펀딩입니다 4대 1000왕전 여러분의 펀딩으로 진행되는 이렇게 흘러가고 있는 건가요 지금? так что-то они долго начинают я их просто не перематываю они тут что-то бормочут не у них прикольно конечно судя по всему у них своя студия в корее где-то они там приезжают ну с этими с микрофонами сидят жалко конечно у нас такой нет студии я бы конечно где-нибудь в москве там даже замкадом где-нибудь сделать такую студию приезжать комментировать warcraft вот так было прикольно но к сожалению warcraft не та игра которую столько ресурсов потратить чтобы сделать отдельную студию это только если самому заморачиваться оплачивать все это у рудика была студия но хавалайн приезжала в киров к ребятам которые забыл как эта организация называется UCC кажется у них организация там не только то есть они они вообще по доте кажется кс еще чему-то вот и у них студия своя для этих игр warcraft просто на ватсаббл и ремня не роман мы обязательно партнер так что ты думаешь гонщика вон как гонщика в salir маль вот в как вот Кстати, ребята, я... Есть, может быть, есть. Ушел самому главному моему донатеру и на эксперта. Но там коврики такие... Тоже на любителя. Я думаю, можно их разыграть, кому-нибудь... Закинуть. Либо какой-нибудь из донатеров тоже подарить, либо модератору. Как вариант. Ну, посмотрим, надо будет подумать. Ладно, здесь Тартл-Рок 1-2 счет в этой катке. Юмика проигрывает. До 4 побед идет игра, так что даже если Линд сейчас выигрывает, и счет катка будет. Ушка тут у Юмика стоит чисто, чтобы пропалить, потому что у Ушки больше радиус. Юмика, смотрите, что делает. Я просто не могу даже в слово ставить, корейские коллеги меня перебивают. Но там Блэйдмастеры когти плюс 9 выпали. И здесь пытается Юмика забрать эту точку, пока... О, там книга опыта, книга опыта! А-а-а! Ай-яй-яй-яй-яй, Архимаг забрал! А-а-а! У-у-у! Это миссия у него. Сейчас рабочие попытаются подлай… Фуфа с Маркером? Нет. Начинатыском, комментируйте но игра. Я сейчас запарюсь, а Райки у меня горло ссадится. Ну, блин, мне понравился вот этот ход Юмика, то, что он поставил там вышку, увидел Блэйдмастера, и сразу же попробовал закрепить вот эту точку. Прекрасно знает, что Блэйдмастер не крипджекнет, ну, даже учитывая, что Блэйдмастер чуть позже прибежал, он ничего не сделал. Просветочку он на пофиг сделал, снова Бисмастер, да господи, сколько может... Юмика опять возвращается... Блин, я вообще не понимаю Юмика, он первые две катки с Бисмастером просрал, потом взял МК и выиграл катку. Теперь он опять берет Бисмастера. Зачем? Зачем? А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. Архимаг, третий уровень получает. Ну, зачем тебе Бисмастер на этой карте? Возьми Блэдмэйджа, либо МК, и прокачай ты его здесь, как и в прошлой катке, просто Херакилом убьешь. Не знаю, я не понимаю Юмика, у него свои стратегии. Юмика на самом деле является одним из самых крутых хуманов в истории Варкрафта, вот, и у него огромное количество разнообразных стратегий, также он подходит к тренировочному плану тоже грамотно. Но вот иногда просто думаешь, за хрена он делает этого Бисмастера, ну зачем? Или как он играл с Лаулетом, почему он не делает апгрейды на Масонере? Вот. Тоже иногда не понимаю какие-то вещи. Есть Шадоухантер, немножко закрепился, но Юмика тратит время, просто бегает футменами в центре. Броно тотны 불많ы, оттуда, либо за мастер, либо за мастер такси. Модурый, по-класси, либо засты. Он был бы за мастер, либо Бима, по-класси, либо за мастер, либо за мастер. Магнит, либо за мастер сделки, либо за л hadом. Бима, по-класси и對о-класси с ним, не понял. О, это верно. Его визита, или за мастер с Ranchour, по-класси, или за мастер. Курсы он, которые несколько способов были бы, не ИГРА. Выходит, уже первый кастер сейчас попытается Юмика, судя по всему, застроить. Знаете, как я догадался, что Юмика хочет застроить? А вот никогда не узнаете. Не потому что менты бегут, а потому что он башнику бил. Ну, не знаю, Юмика такое ощущение, что против... Против... Не знаю даже, как это объяснить. Вот он лезет, блин, на забор, и всё. А на заборе написано, что занято здесь. Срут тут, не зайти. Сразу тут приста откидывает сеточку, убивает приста, очень неприятно теряет. Ну и тут стенка на стенку, ну блин, ну вот бисмастер просто футмен, который наносит там периодически 30 урона. И то он сейчас ничего не делает. Но орка уже куча эмпатий, 3 спиритволкера, кодой. И тут вышки, естественно, не достроятся никак. Кстати, почему-то дисполов нету. Возможно, Лин просто спиритволкеров сделал без диспола. Уже прорывается армия орка. Футмены все сдохли. Ну и Юмико понимает, что он никак не застроит. Там, наверное, всё равно магические вышки он делал, которые не помогли бы ему. Не знаю, то же самое, что в первой и второй катке. Ну и орк отбивается, 4-й Блейд, 3-й Шадоу Хантер. Все понятно, что играет мне кажется. Я думаю, что инстант и мама의 손맛. Аааа. Бима, гад 뽑을 수 있는 хэпбани의 장점이 뭡니까? Менько. 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 Хэпбани의 장점은 말 그대로. Аааа. Инстанты. Менько. 밥이 없는데 밥이 필요한. 예를 들어, бан찬이나, 고기 같은 게 있는데. 밥이 항상 없어. 밥통은 얼마 없어. 그럴 때 뽑는 게 хэпбани. 근데 지금 Бима가. 뽑자고자 먹은 게 아니라. 지금, 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 지금. 지금. Вот, блин, то же самое, что на т.м. было. Юмико не застроилась бисмастером, пошел крипится, орк идет крипится. И в лейте сейчас, по-любому, орк выиграет. Вот я вангую, блин. О, еще, опять книгу опыта. Лол. Сколько мы уже книг опыта увидели в этих катках? В каждой катке практически книга опыта падает. Пытается тут, Юмико еще как-то покрипится. Ну, блин. Не знаю. Орк приходит на мейн. Орк приходит на мейн. Но вот кабан более мобилен. Его не так просто диспл поймать, если подконтроливать. Когти плюс 12, кстати. Ну, блин, не для Архимагу пофиг. Здесь уже пол базы снесли. Брякера сейчас. Оп. Здравствуйте. Ух, я не знаю, как мне. Ух, я не знаю. Ух, я не знаю. Ух, я не знаю. Ух. Брякера сейчас. Да. Ух, я не знаю. Ух, я не знаю. Тихо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я просто не хочу палить сколько времени осталось до конца игры Потому что так сразу ребята поймут А так вдруг сейчас карта затянется, мы же не знаем Я вот тоже не знаю Убили Блэйдмастера на базе, неплохо его Юмика застроил Но проблема в том, что Бисмастер сразу выкупается в таверне Так, приходится здесь точку крип Ну вроде неплохо Бисмастер подкачался, но опять же Опять же это не то Мана тут выпадает Мне нравится реакция корейцев на разные айтемы То есть когда выпадает Вот даже мы не видели какой девайс, мы видели только что плюс 6 он И по реакции корейцев мы сразу поняли, что это Ильталасские сапоги для Блэйдмастера Почти пятый Шадоу Хантер, уже пятый Архимага нету тп Ну и снова Лин идет на мейн к Хуману У Юмика 53 лимита Опять же, играя через Бисмастера, если ты уж бегаешь в лейте Надо разводить с ОМОНами прибегать на базу Юмика этого не делает То есть раньше очень модно это было все делать Опять же, люди типа инфи это обузили Сейчас по ходу дела этим только Хавы занимается, судя по всему Потому что я уже давно не видел, чтобы инвизны и Сомоны прибегали на базу Корку 57 лимита, сразу медведя здесь убивают Медведя даже особо не диспелили Просто крит от Блэйдмастера на 228 Ой, фокус сейчас в Архимага пойдет Есть ли инвол? Инвол на 15 секунд ему передали, но не заюзали Ну, стеночка на стеночку, в которой Хуман ничего не может убить Потому что пятый Шадоу Хантер Понятно Орк не теряет ни одного юнита не теряет А у Хумана все сдохло Юмико джанжау Так, надо чайник не поставить, хочу чайка сделать Добавил субтитры DimaTorzok 마지막 경기가 될 수 있는 다음 경기를 보기 전에 저희는 잠시 쉬었다가 다음 경기로 돌아오겠습니다 여러분들은 나이스게임TV 4대 천왕전과 함께하고 계십니다 UCK 적당한 연락을 지절로 이끌어 금리를 지절로 이끌어 이제 해결하지 못한 건지 Так, сейчас, ребят, две минутки, чаёк сделаю. Так, чаёк сделаем и сейчас начнём. Просто у меня уже горло пересохло. Пока я вам не показываю тут картинку, чтобы не спалить, сколько времени будет играете. Я сам тоже стараюсь не обращать внимания на это. Субтитры создавал DimaTorzok 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 вечера игры в любом случае мы посмотрим но лучше хавк немножко закинется горячим напитком чтобы не травмировать свои голосовые связки пока пока я вам предлагаю посмотреть еще раз вот этот клип для тех кто не видел когда 4 смайл да у меня что-то прямо совсем никто не покупает 155 из 200 по премам я не знаю мне кажется если уж никто не берет самому как-то разыгрывать прямо я иногда это делаю там редко правда но по-любому надо самому как-то прямо раздавать потому что если я сам прям покупают он выходит 19 рублей то есть если его человеку покупаю то есть там сколько 79 покупка и 60 рублей возвращается стримеру то есть 19 рублей но в принципе у меня сразу 4 смайла нет хотя 4 смайл можно сделать этого 120 который дошик хавает вот плюс воркера убрать потому что воркер явно недоволен был то что его с маленькой за но у него самого прямо нету вообще не может с маленьким с ним сказал я могу его отдать если он прям получит когда-нибудь так то есть честно особой идеи нет и есть маленький ставить големчика вернуть как вариант фоги уже притырил 120 ничего си он быстро но ничего страшно я себе его тоже поставлю фоги был в китае когда 120 дошик хавал и на моем стриме мы спалили этого 120 я первый заржал так что ничего страшного если я возьму себе 120 с дождиком так небольшой нас перерыв сейчас ребята у меня чай там никак не нагреется потому что я не доверяю электрическим чайником в них слишком много накипи по старинке на плите обычный чайник смысле инвалидный смайл смайл со 120 это там где он доширак хавает счет 13 короче 31 в пользу лина так на принципе можно игру запустить наверное потому что я пока сейчас отойду как раз она дойдет до стадии все вроде а вот крифт 3 종족 최강 자를 가리는 4 대 천왕전 여러분 함께 하고 계십니다 а а об этом 경기 결국에는 또 비스트 마스터로 뭔가 이렇다 할 것을 하지 못했죠 а А ведь moved harder и будет вместе окружен. Но самая благодаря я по итогам. Противный поэбербичес 살�로lied вариантов. В общем, он orszín поэйгбару, Звучит... Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Один своим уровнем уровня Д estás «Симон» Продолжение следует... 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 Не, ну я могу, в принципе, игру запустить, там, в процессе. Начнем уже документировать, раз, если вы не хотите ждать. Давайте тогда. Хотя давайте, знаете, как я назад, назад перемотаю. Да, еще две минутки, они выиграют. Все. Давайте так. Сейчас точно успеем. Да в смысле, мне же надо комментировать игру, а не просто вам запись включить. Я хотел сначала чайка выпить. О, все, чайник кипит. Я хотел бы сделать, так? Чайник кипит? В общем, есть, что девушка, ахуаэль. Отбавленный Super asiов. Ахуаэль, которые 5, 6, 6, 6, 7, 4, 6, 7, 7, 8, 9. Чайник кипит. В этом случае, как бы, это было бы сложно. Умико, паровый фокус, а не будь. Или... Макингом, утром, я думаю, если бы... А еще бима попадал, фокус... Ай, ну и блин... Но умико, бима попадал, фокус, я думаю... Это будет немного важный момент, потому что, чтобы бима, фокус, Бима и фокус... Бима, фокус... Бима, фокус... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, ребят, когда вы заходите на стрим, забейте на все. Вот у меня написано на стриме. 4 Kings, то есть турнир четырех королей, Юмико против Лина, Best of Seven. Вот это самое главное. А когда эта игра была? Забейте вообще. Забейте там, что какая-то сетка есть. Кто там дальше будет играть? Вот сейчас есть этот матч, наслаждайтесь с ними. Потому что вот эти вопросы... А когда матч? А это в прямом эфире? Ну, какая разница? Вот мы сейчас комментируем, смотрим, получаем удовольствие. Мне вот, например, вообще насрать, что там дальше по сетке. Я сижу играми, наслаждаюсь. И я офигеваю то, что тут Bloodmatch. Это мне вспоминается стратегии таких игроков, как... Я бы даже сказал, наверное, Majestica. Если кто помнит такого украинского хумана. Он играл как раз на этой карте Bloodmatch против Orca. То есть можно вспомнить тех же репрессалов, того же Хавка, того же Михаэля, которые тоже Bloodmatch катают часто первого героя. Но обычно... Обычно не против Orca. Хотя я вот против Orca катал на этой карте часто. Но опять же не на турнирах, а больше на лейдере. Так что очень неожиданно. Плюс 9 когти выпадают. Плохой девайс, плюс 9. Плюс 9 когти для Bloodmatch плохи из-за того, что ему нужно постоянно сосать ману из вражеских героев и юнитов. Вот, поэтому сам к себе он не дамажит, хотя... Не, ну опять же, он большую часть времени в сосании маны занимается. Ну, Angry Carry Man это пацан, который не играл в турниры, насколько я знаю. Он просто играет в лейдере через Bloodmatch всегда. И я не ставлю его в пример, потому что... Я ставил в пример людей, которые играют на турнирах и какие-то места занимали. А насколько я знаю, этот парень, который был весьма креативным в лейдере, он никогда не играл на турнирах и не занимал призовые места, соответственно. Так что нет смысла его ставить в пример. Потому что нас интересует именно киберспортивность составляющая, а не то, что кто там в лейдере, чем баловится. Ну вот смысл Bloodmatch, он кидает в банишь Блэйда. И нужно было, естественно, высасывать ману. А почему он ману не высасывал, я не понимаю. Почему он не стал сосать ману из Блэйдмастера. Сейчас будет борьба за синего бамбра. Из синего бамбра решили ману высосать. Ой, добил! Ничего себе! Блэйд забрал, правда, когти плюс 6. Не, ну неожиданно почему-то Блэйдмастер забрал, уже третий уровень получает. Вау! Ну корейцы явно удивлены таким стилем, хотя, опять же, как я сказал, репрессал Михаэль таким стилем играли. Окружается Блэйдмастер! Ману-то высосали. Но, 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 да, окружается Блэйд. И будет ли минус Блэйдмастер? Бульма! 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 Ай, салё! Но экспанты у Юмика отменили, и он не отменил его, соответственно, потерял. Потерял ресурсы на этом, очень драгоценные. Сразу заказывает снова. Ману-то вслух! Бл-да-шит! Ману-то вслух! Ай! Ота-шит! Бульма-та-шита! Так, ну пользуется здесь Юмика тем, что убил Блэйдмастера, соответственно забирает точку. Там какой-то Грандюля на Хараси бегает, но нам не показывают это. Здесь бутылка маны. Но бутылка маны для Блэдмейджа не полезный девайс, потому что у него всегда маны много из-за того, что он ее высасывает в вражеских героев. И если он с Баннишем останется, соответственно Банниш очень мало маны стоит и вряд ли она закончится. А вот если на Флэймстрайк переучатся, то там мана до окончается. Вообще в такой ситуации, когда ты с Блэдмейджем и тебе экспант отменили, нужно срочно ставить гвардовские вышки. Как минимум по одной на экспанте и на мэйне, потому что тебя виверными могут продавить. Потому что если две виверы на перелетят и у тебя нет еще гвардовской вышки ни одной, то это сразу ГГ. Потому что ты этих вивер никак не уберешь и никак вышки не поставишь на мэйне. Но походу дело Лин не будет так делать. Но Лин потерял только Блэдмастера, первый уровень это вообще ни о чем. Блэдмейдж прибегает, но его хиксует. О, сейчас пошел Блэдмейджа фокус. Блэдмейджа здесь... Блин, корейцы, реально, ну, хотя не часто увидишь Блэдмейджа первым героем против Орка в текущей мете, так скажем. Блин, это словечко хардстоунское в текущей мете, что приелос у меня. Прямо как Милена, это М. А, М это Милена. Покупай здесь инвул, просветочку. Ну, просветка у него была. Ну, Орка уже лимит Т2-шный. Попытается он, скорее всего, экспанд поставить. Но с Блэдмейджем можно выеживаться, потому что, соответственно, ты можешь кинуть и Блэдмастера в баниш, и сам себя в баниш кинуть. Но, опять же, не слишком сильно увлекаться, потому что уже есть, скорее всего, диспл. Слушайте, а Т2 не нажал, или на экспанде делает Т2? Вааа, рейдеры в банише. Вааа. Не кинешь ты на виверну баниш, потому что виверна будет в застройке, и ты до нее не дотянешься. Забей, чувак, не спорь со мной, когда дело касается хуманов. Я прекрасно знаю, как эти виверны убивают тебя, неважно, какой у тебя герой. Если ты не поставил башенку, то это сразу ГГ. Там вся экономика в попе. Такое ощущение, что была книга опыта, но я не уверен. Так, вышечками застраивается. Юмико. Ну, смотрите, как грамотно Лин харасит райдерами и Блэйдмастером мейн, а сам в это время подкрепливает еще Шадоу Хантера. И, судя по всему, с грабежом он это делает. Ну, мы пока не знаем, потому что... Ой, книгу... Блин, сколько книг опыта в этой игре вообще! Точнее, не в этой игре, а в этом матче. В каждом матче по одной книге опыта точно. И я не уверен, но, по-моему, Блэдмейджу там выпало... Кстати, можно отмотать же назад, но я не буду этого делать. Конфету развернул. Блин, как ты меня спалил? У меня сегодня чуть мил просто. Я сегодня в Бургер Кинге затарился углеводами неполезными. Так, ну что, Юмико арканки достраивается. Сделает он три арканки, то есть будет масить кастеров. Вообще, я, например, делал бы в Грифонов выход. Но, судя по всему, Юмико хочет чисто кастерами замасить. Ну, просто Блэдмейдж с Грифонами вообще круто заходит. Если ты до шестого еще докачаешь его, потом Феникс разруливает. Филист. Это не получается, я, который, конечно, не считается. Но, Блэдмейдж с Грифонами, послеii в Акционера пытается дом. А... Редактор. Продолжение следует... Продолжение следует... Что же Юмика такое делает? В Т3 одновременно выходит с масс-арканками, и мне непонятен выбор паладина третьим героем, точнее вторым героем. Три арканки зачем-то поставил, и идет все равно в Т3, еще воркшоп добавляет. Ну, судя по всему, это будут мортиры с кастерами, со всеми апгрейдами. И пятый Блодмейдж. Пятого Блодмейджа можно на Флэймстрайк переучить, и там огромный урон от Флэймстрайка идет. И плюс Флэймстрайка перед Близзардом в том, что Близзард на третьем уровне, по-моему, он 10 волн по 50 урона делает. То есть это 500 урона суммарно, ну, если чистыми брать. Вот. И, соответственно, если вы кидаете сетку на Архимаг, который делает Близзард, он прекращается. То есть там две волны прошло, и все. А у Флэймстрайка немножко другая механика. То есть есть небольшая задержка в касте Флэймстрайка, и если он проходит, то он уже весь дэмэдж нанесет. Но можно в этот момент, конечно, сбить сеточки, но, опять же, нужно это успеть сделать орку. Он может еще с помощью хекса это сбить, но, опять же, каждый Флэймстрайк ты не будешь сбивать. В общем, тут орк наваливается, не дает воркшопа достроить. Позиция не самая удачная сейчас для Юмика, но у него есть пару вышек под боком. Естественно, под банишем тяжело убивать юнитов. Он просто закидывает кучу баниши. Нужно высасывать ману из Shadow Hunter вражеского. Странно, почему он это не делает. Пристав убивает. Закидывает там паладина в баниш. Так, ну все-таки паладина, судя по всему, убьют. Хотя можно его еще раз в баниш кинуть и стафнуть. Стафнуть, стафнуть надо. Нет, паладину. Хотя паладин спасает. Но паладин сейчас все равно умрет. Его спиритволкера добьют. Ой, паладин убежал. Нет, там Блэдмастер за ним побежал. Блэд паладин убежал и в инвис его кидает. Там просто дерево вырубили. Так, Грантан сам добивает орк. Хотя по идее он бы его спасал. Архмаг третьим героем. Так, ну орк тоже уже Т3 сделал. Добавляет второй бестиарий, судя по всему. Будет делать масс вивер, возможно. Ну, второй бестиарий, больше не знаю для чего. Блин, конечно, минус флеймстрайка в том, что Близзард по воздуху бьет, а флеймстрайк только по земле. Кстати, знаете, такой прикол. Когда только Warcraft TFT вышел, естественно, там Блэдмейдж появился как следующий герой. Если ты играл против компьютера... Флеймстрайк, сейчас донан! Флеймстрайку! В общем, когда ты играл против компьютера, компьютер в твоих воздушных юнитах кидал флеймстрайк. То есть, я не знаю, исправили ли ты это до сих пор, потому что я против компа уже давно не играл. По-моему, даже это в компании было, что вражеский Кельтас, Кельталас, кидал флеймстрайк в воздушные юниты. То есть, у тебя там вермы висят, и он тебе кидает флеймстрайк под них. Вот. Это такой забавный факт, который я вспомнил. Барак строят. У орков спиритволкера с повышенной защитой от магии этого достаточно, я думаю. Да, Виверн, орк добавляет. 80 лимита. Непонятен мне выбор орка третьего героя Нага. Почему Лин взял Нагу? Почему не Таурена? Таурен идеальный герой, потому что ауру дает. В общем, интересная катка получается. Здесь расставлял глаза. Тролль, Вич-Доктор. Ну, пошла небольшая застройка. Вверху еще, кстати, зеленая точка осталась, которую не закрепил Хумун. Так, возможно, финальное сражение у нас. Сразу Блэйдмастер в Мортиры вылетает. Но Мортиры можно в Баннише спасать. Ой, Флэймстрайко! У-у-у! Инвизные Мортиры пошли. Так. Сейчас еще будет Флэймстрайк. Флэймстрайко! Нифига, там Флэймстрайк дамажит на третьем уровне. Юмико! Архмейджет Стапа! Юмико! Какой Флэймстрайк? Там Магу чуть не зажарили. Под конец. Ничего себе Флэймстрайк дамажит на третьем уровне. Давно я не вспоминал этот скилл. Особенно против Орка. Я что-то не увидел высасывания маны. Может, он качнул Блэйм... Блин, это... Банниш плюс Флэймстрайк. Хотя нет, там по-любому высасывание маны. Потому что, если бы Банниш был, то он бы спасал Архимага и Мортиры, а не Инвизом. Но Лин явно не ожидал Блэдмейджа. И с Флэймстрайком тем более. И он просто подгорел немножечко. У него 70 лимита, но я не вижу, где этот лимит. Походу, дело там Масс Виверны. Да, там Масс Виверны пошли. Но, естественно, логично делать Масс Виверны против Флэймстрайка. Потому что Спирит Волкеры просто разваливаются. Что-то комментаторы затихли. Тут Конь появляется. Ой, какая неудачная позиция! Сразу в Мортирку Фокус. Виверны влетают. Там Полиморф! Полиморф диспелится. Флэймстрайк снова заходит. Вот, кстати, да, Полиморф с Инерфаером. Вот эти технологии у Хумана мне нравятся. Не каждый день, получается, в такие технологии выйти против Орка. Ну и проблема в том, что Орку нужны Спирит Волкеры, чтобы диспелить Полиморф. Но Орку невыгодно делать Спирит Волкера, потому что Блэдмейджикс жарит. Просто очень жестко жарит Флэймстрайком. 1-1 грейды Орка. Хуман, по-моему, вообще грейдов не делал. Вертолетчики добавляет Юмико против Виверн. Так, ой, Блэйд куда-то влетает зачем-то. Хотя он не боится, там же нету болта. Флэймстрайк! Сразу хил проходит. Но Орка реально что-то мало. Виверн всего пару штучек, минус одна. Там Блэйд, по-моему, ничего не сделал. Ой, Флэймстрайк по-своим. Зажарили там Футмена. Так, ой, кстати, против вертолетиков, да, грамотно делает Бэтрайдер. Потому что, ну, немножко криво взрывается. Два Бэтрайдера на два вертолета. По собственной размен. Так, влет на вышечку. Так, Флэймстрайк пошел. Флэймстрайк, вот он, законтрил Флэймстрайк. Про что я говорил до этого. Так, где Полиморф? Нужен Полиморф, срочно. Флэймстрайк пошел. Там Блэйд нарезает очень жестко. Ой, какие еще розеточки от Наги вражеской. Слушайте, Эллин, по-моему, отбивается. Орк это получше все. Здесь только сорочки. Рифла еще добавил. Ой, сейчас Блэдмайджи могли убить, но ТП делает. Слушайте, я уже вангую, что будет здесь Феникс в этой игре. Потому что Блэдмейдж почти 5-6 уровня. Но шахты заканчиваются потихоньку. Да, сейчас Химсамасан с Флэймстрайк, если нет, то есть ответ. Здесь внизу Флэймстрайк, и вверху, и вверху, и вверху, и вверху, и вверху, и вверху, и вверху. Финикс, на случайность Финикс, это время, вверху, и вверху, и вверху, и вверху. FR-реку, и вверху, и вверху, и вверху, и вверху, и вверху, и вверху, и вверху. Тыpol? Так? Свитэкс бегал, орк купил. На самом деле, я уже думал, что юмика сейчас продает, но в какой-то момент орк грамотным хексом... Затащил. Шахты заканчиваются 3000 уже. Хотя как заканчиваются еще 3000. Рифлов немного подстроил Юмика против Виверн. Лимит у него внушительно выглядит. Из-за того, что у него, судя по всему, рабов на лесе не осталось практически. Он их куда-то делал. Из-за этого у него лимита побольше смотрится. Он почему-то не добавляет тууренов лин, потому что можно было с воскрешением сделать их. И туурены очень сильно земли убивают. Это самый сильный юнит наземный, который пулеверайзом уничтожает все. Не, ну медведи на самом деле лучше, но тут смысл конкретно против Хумана. А туурены будут вообще лучше. Потому что пулеверайз... А так медведи самые сильные, потому что из-за рыка они огромный дэмэдж добавляют. Но пулеверайз тащит, конечно. Так, здесь Блэдмастер палится. Блин, не нравятся мне рифлы в армии Хумана. Ну... Это вынужденная мера против Виверн. А, да-да-да. Архимаг второго уровня, но он по-любому с Близзардом тоже. Хотя мы не видели ни разу Близзард, но там 100% Близзард. Убил несколько рабочих здесь своих, чтобы из лимита не выходить. Блин, опять же непонятно, почему Юмико лезет вот здесь. Можно же в нижнем узком проходе пойти навязать битву. Зачем ты через центральный ход ломишься? Это как властелинник колец. Почему в эту дверь они ломятся, а в эту никто не идет? Потому что там вход, а тут выход. Хотя вот Юмико услышал меня, судя по всему. И пошел в узкий проход. Но его тут подлавливают. Мортирочку убивают. Что-то паладин даже не хилил мортиру. Странно. Блин, элемов прокачал, кстати, здесь Архимаг. Вызвал элема. Что он Близзард не взял? Я не понимаю. Зачем элем первого уровня, блин, на этой стадии? Пошел вход от орка. Позиция для Хумана очень пососная. Флеймстрайк снова не прошел, потому что хекснули. Да, хекснули. Вау. Так, высасывание маны из ноги. Нужно Рефла там хилить. Рефла не подхили – не, Рефла подхилил. Но что-то Хуман разваливается, флеймстрайк проходит! Какой флэймстрайк по кодоям и спиритволкерам. Вау. Ма-си-ня. Так, пошел фокус в архимага. Архимаг инвул юз. Блин, там Блэйд критует просто 200, 300, 400. Тысяча. Так, флэймстрайк кривой на одного спиритволкера. Еще своего рифла зажарил. Ну, что-то хумана здесь вроде как много, но у нее нет дэмэджа. Подхилю. Какие там критые 200 тысяч, 380. Ставается архимаг. Пошел фокус в блэдмейджа. Блэдмейдж инвул юзает. Блэдмейдж почти шестой. Будет ли еще флэймстрайк? Еще здесь инвул. Ма-синвул. Надо кодоев добивать. Кодоев, кодоев разваливается. Конь выходит. А-а-а-а-а, Феникс! Фениксо! Фениксо! А-а-а! Фениксо! А-а-а-а! 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 И кажется здесь Юмик это продавливает Феникс просто огромный дэмэдж вносит Блэйдмастер всего 4 уровня Там замазывается на соплях Орк, но Феникс дает Феникс еще крылышками машет и раскидывает Дэмэдж по всем Но нельзя сейчас Феникса подводить, нужно отводить Иначе в яйцо он превратится А в яйце это есть игла Да, игла минус Феймстрайк тут пошел на рабов Просто все рабы сдохли Но успели заныкаться парочка Вот хуманские рабы не успевают заныкаться А вот орковские из-за того, что у них 250 хитов Они успевают, как раз им там не хватает 20 урона Ну и у хумана 72 лимита С третьим паладином Что там клип кто-то сделал этого момента С Саши Медойто Мне кажется, надо было сделать Так, врыв здесь от Блэйд Мастера Но Блэйд Мастер почти пятый Но проблема в том, что у орка 43 лимита Не получается ему продавить Еще и должны коня сейчас хилить Да, коня хилят Но Блэйд вообще в этой катке критует как царь Вы посмотрите на эти криты Еще флеймстрайк здесь в рабов Рабы пытаются спастись Не, Блэйд реально круто критует в этой катке Там иннерфаеры накидывается на архимага Мана сосется Мортирочку, мортирочку Пятый Блэйд уже Такое ощущение, что Лину как раз не хватало Отсутствия армии, чтобы не умирать от флеймстрайка И вот сейчас он 46 лимита имеет И не потерял еще ни одного юнита Зато он убивал очень много Здесь еще вышечки стоят Достроились они в битве У Емико 7 голды осталось Потому что экспант закончился На самом деле есть еще шансы у Лина Потому что экспант у него остался Но скоро будет Феникс Скоро Феникс перезарядится Так, судя по всему, сейчас в мортирку фокус идет Подхиливается Надо Феникса вызывать Где Феникс? Да, Феникс! Феникса пытается убить На него, кстати, Пурдж не работает Или Пурдж сработал, я не понял Вроде Пурдж не сработал на него Он же не из ним к магии Пурдж же это магия Сейчас Блэкмастера чуть не зафокусил Надо Феникса отводи Сейчас будет пытаться забрать Феникс Феникс уходит далеко Яйцо спасается Бладмейш там постоянно ману сосет И Феникс возвращается в бит Феникс бесконечно, если яйцо не убивать А так там пулдаун порядка пары минут Забирается здесь экспант у орка И сколько у орка денег? По-любому закончились, наверное, уже Нажмите на здание какое-нибудь Неизвестно, сколько денег У Хумана-то, понятное дело, что 7 голды осталось Но Хуман сейчас может вот этими рабочими таскать Голду И у Хумана 52 лимита Куда рабочие-то идут? Рабочие на пофиг идут танковать Флеймстрайк на опережение кидался Ни по кому не попал Ну блин, рабочим надо идти пытаться Голду таскать какую-то Ну смысл идти ими танковать вообще нету Потому что Блэдмастер с удара убивает Ну еще на самом деле развязки нету Ну вообще должен Хуман выиграть в такой ситуации Потому что Феникс тачит Хотя сейчас вырыв Блэдмейджа Типа Хекс сейчас где-то там откинет на Блэдмейджа Нет, что-то очень много здесь теряет Хотя Блэдмейджа Нет, Блэдмейджа слишком часто подхиливают Блэдмейджа, Блэдмейджа, Блэдмейджа Перестал работать такое ощущение Это типичный палец от корейца Так, это значит у нас получается 3-2 счет Так, там какие-то клипы нарезал Вармфарм, ну-ка Какие там крытые 200 тысяч, 380 Стафается Архимаг Пошел фокус Блэдмейджа Блэдмейдж, инвул юзает Блэдмейдж почти шестой Будет ли еще флеймстрайк Еще здесь инвул, масс инвул Надо Кадоев добивать Кадоев, Кадоев разваливается Конь выходит Ну-ка, там второй клип, это с овцой Кадоев, Кадоев разваливается Да-да, второй с овцой, ну-ка, ну-ка Где там с овцой? Не, где-то Вот, сейчас будет Да-да, прикольно тоже в группу кинуть Блин, прикольно, игры у них получили Жалко, что в лайве не получилось постримить Сейчас следующую игру запустим Не только это Клипчики в группу кидаем Так, сейчас следующее у нас игра Это шестая катка Счета получается 3-2 в пользу Лина И это опять же может быть последней каткой Потому что Лину нужно еще одну выиграть А Юмика 2 Так, сейчас, надо немножко перекурить Перекурить Хорошая катка вышла Блин, ну я на самом деле Практически не комментирую Игру, потому что Постоянно корейцев слушаю Конечно, заходит Бо-7, да, ребят Сейчас небольшой перерывчик Сфокусироваться Пуп, пуп 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 Пу-пуп Продолжение следует... 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 И быстрый Т2 делает. Вот этот билд, который я иногда использовал, но сейчас я его редко юзаю. Это билд как раз без барака и через лесопилку. Лесопилка здесь нужна для того, чтобы к вам на базу не могли пробежать. То есть это вместо барака такое же здание, столько же клеток занимает. И плюс лесопилка у вас сразу есть. И как я делал, я делал сразу апгрейды на Масонери, и потом бежал с Бесмастером застраивать. С быстрыми кастерами. И там было два апгрейда на Масонери, и это очень тяжело было отбить. Но минус опять же этой стратегии, то что сейчас Архимаг один бегает без поддержки футменов. Естественно, Криптс он не может. Ему нужно как-то пытаться харасить, но здесь Лин очень грамотно забирает Синего Бамбра. Уже с двумя цирклеточками бегает. И забирает бутылку на 500. Так. Заходит здесь Архимаг Ну, сапоги вроде как уже перекупил Нет, сапоги не стал почему-то брать Лин Возможно, они еще не появились И он пораньше ушел Забирает еще точку Ну, Лин понимает, что там один Архимаг И нету барака И значит, он может легко какие-то точки крепить Даже если Архимаг подбежит В упор, он ничего не сделает Ну, блин, Архимаг только если на халяву Попытается как-то там добить Что-то тут будет крипов Во всю Архимаг Пытался он как-то Поймать Гранта в сеточку Но что-то пока Один Архимаг в соло здесь фигово бегает Мне нравилась эта страта на Амазоне Потому что на Амазоне Можно соло Архимагом покрепиться И до второго ты точно докрепливаешься Там МК в заказе И две быстрые Арканки Не будет Бисмастера делать Юмико правильно делает На самом деле Сегодня с Бисмастером он три игры уже проиграл А здесь Орка Орк, кстати, пользуется тем, что Хуман Отманил крипов И просто забирает в наглую Огра Да, вот так Орк Я не понял, почему Архимаг просто бегает и занимается тем, что будет везде крипов Какой-то, бэн, суицидник Бегает, везде крипов будет Ну, типа, чтобы орк там где-то на крипов нарвался случайно Но что-то пока я не вижу в этом профита Короче, не знаю Тут Гранта Да, Гранта, кстати, Лин очень рано уводит на крипов отдавать Потому что у него еще много хп был, можно было побегать Я думаю, но он рано или поздно бы сдох Но опять же, имик потратил на это болты О! Понятно, Грант вообще выживает Здесь сразу крепится агрессивно Лин Забирая синего бамбра Спитскрол тратит, потому что у него не было места под девайсы А анг перерождение Здесь Хуман пытается забрать синего бамбра Сейчас окружит его Ну и надо и болт, и просветку тратит На всякий случай Плохой девайс падает Это Эншн Айрил и Сикрит Бэлли Это Гастер Фьюжоа Сикрит Бэлли, Эншн Айрил Это Эншн Айрил Сейчас Блейд Мастер Написаете, что там Блейд творит? Какие критеры? Многие Оху-юзеры Оху-юзеры Многое Аху-юзеры Многое Сикрит Бэлли Все Сикрит Бэлли Сикрит Бэлли НК второй уровень получают, девайсы фиговые, архимаг еще не третьего и сейчас еще, ой, как же так и опять, заметьте книгу опыта, блин, ребята, если кому-то не лень будет, Сделайте какой-нибудь Сделайте подсчет книг опыта В этом матчапе Сколько они книг опыта получили за Сколько уже Шестая катка идет Сколько книг опыта В каждой игре как минимум одна есть То есть это минимум 6 штук Я не знаю как они это делают Но постоянно книги опыта падают Я может сам даже не поленюсь И прочекаю сколько книг опыта было Так здесь окружается бамбур Ведьмаков еще нету Вообще не ведьмаков А спеллбрейкеров Ломатели заклинаний Так скажем В ранних версиях пиратских варкрафта Спеллбрейкеры были переведены как ведьмаки Здесь минус 40 Сх еще не третий Пока что Девайсы хорошие только у Блэйдмастера У Шадоу Хантера нет никаких полезных девайсов Из тех что падали на крипах Архимагу крутая аура выпадает Очень крутая Мобильная более армия становится Плюс реген небольшой Ну зачем так реагировать на обычный камень жизни Странная реакция от китайцев Ой корейцев Прошу прощения Китайцы и корейцы это совершенно разные люди По стилю комментирования Вот сколько я стримил китайских турниров И ни разу не слышал от китайцев Вот таких оров Ну может какие то и были Но не такие жесткие Здесь буквально на каждый итем реакция такая Крепится ребята у нас Немножко по криппингу опережает Лин И ставится экспанд от Лина Так просветочка Как он сказал робо Вообще это робов мэджик но как то Ладно Подсказывает что корейцы его более круто к камере Ну если вот эти корейцы которые сейчас комментируют Они вроде как сами игроки И часто поигрывают на Китае Поэтому в принципе Они знают куда Двигать камеры Но я не уверен кто там Может у них тоже За кадром там Рудик сидит Который двигает камеры Но опять же если человек который двигает камеры Разбирается в Варкрафте Он Важные моменты должен показывать Не всегда конечно Но опять же Даже я тоже когда кручу камеры Не всегда что то Могу Точнее не всегда могу все показать То есть могу что то пропустить Опять же там отвлечься В общем ситуация такая Что у Хумана 62 лимита У него неплохие герои Четвертого Архимага Очень сильно не хватает Потому что вторая Второго уровня Аура обязательно нужна Чтобы регенит ману быстрей Для кастеров Тогда будет бесконечное замедление И выдвигается Хуман Попытался он Спровоцировать Орка на битву Даже Кадоя Заболтил Экспант Орка достроился И соответственно Хуману нельзя было еще тянуть время И наламывается он Вот третьего Архимага Это плохо Здесь под наемниками Орк Сейчас может выкупить Там Троля какого-нибудь Возможно Огра Сразу налом Минус один райдер Неплохо Там Спилдбрейкера пытаются убить Иллюзия на Блэдмастера Еще менты здесь уже В рабочих превращаются Пытаются Отдымаж Неплохо Сорочки с престами Зафокусили райдера Там Кадо съел Спилдбрейкера Лимиты примерно Одинаковые Орка правда уже Экспант качает И Блэдмастер Сильно закуплен И нельзя его никак задымажить Понятно МК выпил Хиллстон Надо поорать Так диспеллицу иллюзии Если у престов диспел Это прикольно Потому что это добавляет МХП и маны Пошел фокус Уже пас Спиридволкером Неплохо Спиридволкера Отщелкивает Но у Хумна Блин Чудармия тоже Подразвалилась И Орка Тэкспант Там еще рабочие Сейчас отдаются На халяву Орку тоже Убивает рабов Но он их Он их отводит Магазин Магазин Очень важный Отменил Сейчас Юмика Но Шадохантер Сходил Закупился Регена Так 55 лимита 55 лимита У Юмика Четвертый Архимаг Наконец Со второй аурой Позиция хорошая Для Хумана Здесь не может Орк особо наломиться Хотя все равно Наламывается Просветочка Сейчас возможно Фокус по Блэйдмастеру Но смысла нет У нее там Девайсы шикарные Пытается Гранта убить Минус Грант Но теряет на этом Два спулбрейкера Что-то как-то Ситуация печальная Для Хумана Сейчас МК еще Может сдохнуть Высасывается мана У Шадохантера Откидывается болт О, МК Минус МК Но это провал Это провал Да, 4-2 Выигрывает Лин Слушайте, я думал Еще одна будет игра Что-то как-то это Что-то как-то 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 творожно Вообще там вроде как Лин против Лавли Это будет Завтра Судя по всему Почему у них там Еще игра была У них написано Юмика Лин Седьмая катка Или это Че, блин Они специально 7 каток выложили Чтобы люди не знали какой счет И вот здесь наверное Видимо написано Вы на ошиблись 7 катки нету Ах они сволочи обманули хавка то Я тут блин Я когда увидел что 7 каток я думаю будет 4-3 Я уже такой думаю блин Да Юмика как ты здесь затащишь то Я же знаю что еще одна катка должна быть Ну блин А как мне перевести Иероглифы у меня вообще на приложении Вроде где то было на телефоне где она Иероглифы переводит Видимо написано ха 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 Обманули дурачка Продумано да Продумано Но на самом деле в то же время Если ты смотришь катку и она идет 3-0 Ты думаешь о сейчас Юмика там 3 катки Подряд затащит а Юмика 0-4 например И все Ну вообще да прикольный мув Вот так вот Блин а погодите А игры Лавлица со 120 были уже? А там еще игры Лавлица со 120 есть? Я думал они завтра будут Слушайте давайте Лавлица со 120 тогда посмотрим Блин а уже время уже Пол 12 мы успеем посмотреть Если там Если там недолгие катки И я вам воплесная Вплесная Вплесная И я вам воплесена